В этом году собирал все котики проморозил полотенков в трижды примерно 25 последний раз до всхода Ну, вариант проморозки полотенкова Расскажите, чем его конца, ладно? Я так не делал никогда Оберните металл вокруг дерева сеткой, однако, которая дешевая и от Зайсова получается, да? Ну-ка, кажется, мне подвела память Давайте искать Давайте искать Просто пролюснул Хорошего Что такое? Куда ты делаешь? Алексей, Алексей, вот это вы и есть Значит, смотрите Второе ваше письмо Первое письмо мы проходили Вот сетка И это, видимо, в магазине еще Вот И Можно понимать так Что этой сеткой можно обернуть саженцы И от мышей И от Зайсов Это ваш совет За что купил, за то продаю Так, понятно Теперь возвращаемся туда, где мы были Ага, ну-ка Теперь Олег Олег Алексеевич Добрый вечер Промораживать косточки Рискованное занятие Ну, я Что скажу Вот Рискованное, но Ну, уже проморозил Пусть посмотрим результат Так Мы же учимся на бегу Прикармливание Лис не будет Ни Зайцев, ни Машей Оу Хорошенький совет А чему же их прикормить-то Интересно Олег Мезинов Косточка живого Организма вроде не подвергается Подобным испытаниям Может остаться без саженцев То есть Олег Олегович Против А у него, слава Богу Сад-то будь дорог Он уже меня обходит Так Ну, видимо Расставание откладывается Вот Посмотрим, что Викола нам напишет Итак Викола Прикармливание А нет А почему-то Олег написал А нет Пока еще никто не писал Свеженького Сейчас смотрю Кто у нас тут Хуже Живьем Присутствует Ребрик На месте Спасибо Вы меня поддерживаете Уже много лет Александр Если кости Химические апельсинов Заши Там приходится Наверное Зайдут Так Теперь Олег Мезинов Пишет Опять Ждем Не удается Расстаться Никак А вот А вот Заказать Семена Пожалуйста Расстаться Ну попробуйте Ну попробуйте А времена То Не простые И теперь Раз Не зря же У меня Один Латвец А один С Германией Вот Не зря же Они у меня Заказали Они Видимо Та же Как вы смотрите Вот эти передачи Вот И Отвечаю им Так Давайте Когда-то Финляндию Высылал В Эстонию Высылал Дальше Нет Ну на Украину Само собой Там русский Язык А Мне Присылали Адрес И фамилию Латинскими Квадратными Как называется Квадратными Как называется Заглавными Буквами Латинскими Я аккуратно Переписывал На Конверт Пластиковый Так И отправлял Оба раза Прошли И в Эстонию Прошли И в Финляндию Прошли Вот Но А допустим Наступило что-то И с Украины Ко мне вернулось 20 книг Я Выслал обратно Деньги За эти книги А Если бы не Выслал У меня был бы Богаче На 20 тысяч Согласны Клиги Я здесь Прошу Я продать Не мог И не вернули Деньги За пересылку 5 тысяч Это уже Наглая почта Нашего Ура Вот Поэтому Если меня слышат В одном случае Германия В другом случае Латвия Пожалуйста Имейте ввиду На ваш страх и риск Подумайте Для вас Каких-то Несколько Тысяч Потому что Если посылка Исчезнет Просто Это будет На вас Готово Страх и риск Давайте Пробуйте Я предлагал Запасы Нет ли у вас Родственников Знакомых По эту сторону Границы Они сами Потом переправят Пока Ответа не было Ну и они Еще Наших Границы Хватает Тоже Хотят Соды иметь Шутка ли Сибирь Это Имеет Там даже Все должно быть Но оно есть Но оно отравлено Вот Мы Еще Мы Единственное Общее У нас С олигархами И даже С иностранцами С благополучием Это то Что и мы Они едим Отравленные Круты Это единственное Сода Собедиме Ну Кажись Все Друзья Нет Александр Пишет Давайте Пишите Я еще Подожду Нет Куда Спешить Так Обмотка Персика И лом Лаптиком Утепляет Да Утепляет В каком Смысле Обычно Это Вот сейчас Подходящий Нет Так Даже если Сверху Ничего Не накидывать В какой-то Нетканном Материала Вот Чтоб Еще Было Теплее Просто Оставить Дерево Покоя Или Потом Накидать Снегу То Получится Тут Самое главное Что Лапник Пропустит Снег И снег Таянет Бывает Даже Персик Сгнивает Бывает Такое Еще Год на год Не приходится Один год Тепло Медленно Теплеет Там Сыро 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 Бах И персик Не то что Ну в общем Персик Просто Напросто Сопреет Скажем так Вот Поэтому Надо умудриться Лапником закрыть Уже Ветра не будет Так Не будет Вот Холодней не будет Пусть мы Бешаем солнечным ночам Нагревать корой Того же персика Ну и лапник Нагревается Он же хотя бы Зеленый Но не белый Как это Дурацкая Известка Вот Получается что Получается что Даже просто Укрытие лапника Уже плюс Для персика Ну Если это мой персик А если это персик Хасанский Вот Медленно Спросите Не укрытый Выражай какой Дом Это вы тогда 111 костик Подарили кому-то А Что нельзя было Вырастить 111 По этих самых Санкции Продать А Олег Смотрите В глаза Вы что натворили И Если это вы Так Теперь Смотрим Дальше Пока еще Пересписка Не закончилась Так Еще я видел Музы Должны написать Олег Олег Это еще Есть Из Белоруссии Если Олег Из Брянска Давайте Путать Не будем Да Расписались Я думал Все Никому ничего Не интересно На открытом ветру Минус 32 Испытано Да Знаете Персик Он не такой Безобидный Он все таки Сильный Эта вещь Сильный Вот Только Не помню У вас По моему Он был Из косточки Пророщенный Или все таки Привитый Вот не помню А Минус 32 На ветру И такое Урожающее Ага Да Это я подарю Костки Гражданин Мезина Больше Прошу вас Не мотайте Мне нервы Вы должны были Все это садить 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 Вы благородный человек Но вы не знаете Цену этим косточкам Так Олеги Белоруссии Снег по колено Выпал за 3 дня Скоро Поплывет Наверное Растает Слово Половет Наверное Растает Да Ну понятно Такой снег Долго не дерзь Самое обидное Это когда у меня Вроде вовремя Выпадает В те же недели Ну там Несколько сантиметров В этом году Этого нету Так А потом Да Это потом Смотрю За нового года Мороза Без снега Вот Хожу В какую-то Нереальная зима Как может быть Зима без снега Когда морозы трещат Я на весенде Привыкнуть не могу Так А крайне собственно Так это у вас Такой урожайший Воскрайне собственно Ну Олег Олег Ну ладно Я вам сказал Что еще пройдет И много времени Я попрошу вас Чтобы вы меня взяли В ученики Так Муза Добрый вечер У меня 3 года Зимовал персик Под Агроспамом Персик Из магазина Косик Все нормально Получается Агроспан Так Олег К посадке Муза Готовится 5 литров Коски Косанского Мерсинского Ну ладно Я же говорю Благородный человек Не стали Давиться От жадости Александр Выбор Косочки Косанского Еще есть Но эти Косочки Косанского Будучи Даже не привитые Через год Два Это я Мезинову говорю Без всяких Намеков Я говорю Мы должны Вытесить Мошенников Сотни Плодопитомников Якобы Торгуют Морзостойкими Российскими Песиками А их нет В помине То есть Все это Погибнет Поэтому Чтобы их Вытеснить Естественно Что Олег Олегович Никогда Не станет Наверное Торговать Косками Да я просто Приеду И застрелю Саженцы Саженцы Вот Раз Теперь Раз Вы спрашиваете Костики Хасанского Дело в том Что у меня Есть такая Хитрая хитрость Это как Советское время Помните Было Когда мы Покупали Ценную вещь Нам давали Нагрузку Ненужную вещь Период был Время дефицита Хитро Вроде бы А на самом деле Грабеж Одна вещь Ценная Другая Ненужная А ради Цены Покупаешь Ненужную Вспомнили Вот Так вот Я тоже Самый опыт Советских Кремен Использовал Три Косточки Персика Хасанские По 100 Рублей Если вы Сделаете Нормальный Заказ Имеется На 1000 Рублей Тогда Это Три Косточки Ваши Вот Ну Сами Посудите Прорастит Сергей Или моя Племянница Косточка Вот Он Тысяча Рублей И Полторы А там Можете Две Поэтому Продавать Косточки Невыгодно Так Теперь Снова Олег Который Обошел Меня По Персикам Спасибо Что Даете Возможность Учиться Вас Я горжусь Что Я являюсь Вашим Учеником А я горжусь Вашими Достижениями Олег Еще раз Я увидел Когда Ваш Персик Я сказал Хотел Написать Заявление Я увольняюсь Подпишите Преем Обучените Так Ну Разговор Продолжается Контора Пишет Идем Продолжается Каньшина сильно удивится Когда увидишь, что способны ученики жертвы Она не удивится Им это все по барабану Представляете Если бы она ко мне или к этому бы обратилась К своему, как бы сказать, коллеге Пусть он строитель Боднер Борисович Но у него результаты-то лучше Лучше в каком плане Представьте себе 15 метров Дерево Из косточки Гигантское дерево У меня есть фотография Я показывал Вот Это пень от спиреного 15 метрового дерева Ну господи, что вам еще надо? Ведь это Знаете как Вот вы где-то, это как на Украине До самого последнего момента выпускали запорожцы Потом еще таврию придумали Такой же металлолом В России уже как тябы жигули Выпускали Вот В Японии Тойоту выпускали Мазды выпускали Ну что-то вам надо-то Это самое Вам специалистам Профессионалам Ну Ну приедьте вы в Сибирь Ну в крайнем случае Вот поздно Нету уже Ну приедьте ко мне Я вам Еще не показывал фотографии Где У меня ребенок собирает Косточки Высоко Не мог я достать Я ждал пока птицы клюют И они падают Ребенок собирал У меня есть такая фотография Удивиться качественно Сейчас разбежалась Придется же все по-другому делать Спасибо за субтитры Алексею Дуброва